Мы не несём ответственности за ваши действия. Мы не пропагандируем употребление анаболических стероидов и других фармакологических средств. Данное видео снято в ознакомительных целях. Мы против употребления анаболических стероидов, и наша цель — предупредить вас об этом. Спасибо. Все персонажи, используемые на канале, вымышлены. Блог создан исключительно в развлекательных целях. Видео снято не для просмотра на территории Российской Федерации. Любые совпадения с реальными личностями — случайный. Поведение персонажей в блоге не является мнением автора, а только художественно отображает тот или иной персонаж. Здравствуйте, дорогие друзья. Соответственно, давно-давно мы хотели начать с вами разбирать уже курсы анаболических стероидов. Я попрошу вас в комментарии все возможные варианты написать, конечно, которые вам интересны. Не просто там из головы берите, а может быть там с припиской, какие у вас побочные эффекты были, от этого, не от этого. Я сниму, упомяну вот эти побочные эффекты, соответственно, то, что вы мне напишите сегодня в комментариях под этим видео. Даже постараюсь разобрать. Повторюсь, что, конечно, невозможно разобрать подробно ваш будет анамнез. Это делается только на платной консультации. Но я разберу какие-то потенциальные причины. Просто почему говорю так, что невозможно именно конкретно к вам подобраться, потому что требуются всегда уточняющие анализы. Все люди как снежинки у нас. И поэтому, ну, не получится точно дифференцировать причину. Но хотя бы предположить мы сможем, и вы сможете увидеть такое интересное видео, где будет озвучено ряд причин, почему у вас случилось именно так, а не иначе. Сегодня мы разговариваем о курсе, соответственно, тестостерон, дека, балденон, или даже я встречал варианты, там, нандролон, деканат, балденон без тестостерона. Вот. Но, конечно, мы будем подразумевать, что какое-то количество тестостерона у нас все-таки присутствует. Не будем потенциально разбирать дозировки, не тратить на это время. Кому интересно дозировки, я отдельно о дозировках каждого препарата снимал видео. Здесь те же самые правила действуют. Единственное, какое у нас правило, мы помним, что увеличивая дозировку, мы увеличиваем побочные эффекты. И тем самым, тем больше дозировка, тем выраженнее будут побочные эффекты. Рассматриваем, повторюсь сейчас про тестостерон, не будем говорить вообще. Там все ясно и понятно. Те, кто новички, просто посмотрите выпуск про тестостерон. Мы рассматриваем нандролон-декнат. Если мы возьмем инструкцию нандролон-декната, мы увидим, что он даже увеличивает действие антикоагулянтов с одной стороны. То есть, это единственный антистероид, который, по крайней мере, не увеличивает сам по себе гиперкоагуляцию в крови. Балденон, вроде тоже такое, презентуется как безобидный препарат. Но есть подводные камни, якобы при частом, соответственно, употреблении анаболических стероидов, связок, начинаются проблемы с кровью. Вот очень частые жалобы на таком курсе – это носовые кровотечения, подъем гематокрита. И люди, не открывая коллограмму, саму не сдавая анализ, они начинают сливать кровь. Что вносит коррекцию в реологию крови сильную? Не всегда нужно. Что здесь нужно понять? На таком курсе главный побочный эффект, который у вас будет, я вообще перестал уже говорить про лактин и страдиол, потому что, ну, это попса такая, будем считать, что вы про это знаете, да? Тогда главным побочным эффектом остается не гиперкоагуляция, которая, конечно, может быть, и может быть даже от количества вводимого тестостерона еще зависит, сколько вот тестостерона себе вкололи, каких-то еще препаратов. Потому что сам по себе балденон и, соответственно, андролон, допустим, деканат или другие андролоны колоссально не увеличивают гиперкоагуляцию. А вот эти вот проблемы и симптоматика, и даже общий анализ крови, он будет похож на гиперкоагуляционный эффект. С чем это связано? Связано это с тем, что идет гиперэлитроцитоз. Увеличивается количество элитроцитов в крови, тем самым, соответственно, у вас просто становится больше крови. Носовые кровотечения связаны с тем, что, ну вот, как бы увеличивается давление, да, вот, и идет сброс. Поэтому сильно паниковать не надо, выход здесь только один. Если у вас появился гиперэлитроцитоз, все-таки лучше поменять препараты, поменять курс, чем нежели, соответственно, идти сливать кровь. Потому что точно измерить, сколько вам нужно будет слить крови, как это лучше сделать, точно изучить ваш анамнез будет очень-очень сложно. Плюс в этой крови, когда вы кровь сливаете, вы теряете баланс, ну, вообще всех метаболизмов, там, межклеточных, все это сбивается. Это нехорошо. Поэтому в целом мы можем огромное количество нарушений по гематологии наблюдать. И нам это не нужно, да, если вы, ну, не готовитесь к каким-то, ну, очень крутым соревнованиям, с которых вы заработаете безумное количество денег, вот, прославитесь, станете вторым Арнольдом, я не знаю, то проще всего сменить препарат, чем сливать кровь. Но борьба с гиперэлитроцитозом на курсе Деки и Балденона, на мой взгляд, ну, вообще больше не подразумевает никаких решений, если только, соответственно, не слить кровь. Я противник сливания крови, поэтому я всегда своим пациентам отменяю препарат и всегда можно заменить на что-то другое с схожим, похожим эффектом, который пациент подразумевает от такого курса, там, из разряда что-то на массу, что-то на сушку, что-то, что должно сливать, как там, надеются на слабый диуретический эффект от Балденона, и что-то, соответственно, должно у вас, ну, набирать вам массу, помогать. Поэтому, дорогие друзья, что мы фиксируем? Проблема большинства пациентов на таких курсах – это самостоятельный прием антикоагулянтов, то есть у него повышен гематокрит, у него повышенные элитроциты, он не смотрит кулограмму и принимать сам себе назначает антикоагулянты. Пока вы не увидели кулограмму, антикоагулянты назначать не надо, только после просмотра коагуляции. Вот. И помните, что обращайте внимание на элитроциты – это основная проблема, которая должна у вас возникнуть. Также я напомню, что всегда есть гиперхолестериномия. Это отдельный вообще процесс, за которым нужно следить на любом курсе тестостерона. Вот. Балденон также ассоциативен с появлением новообразований различного генеза в плане жировиков различных, вот всякая такая штука лекомок. Пока у нас есть информация, что это эпидермальное новообразование, но мне попадалась информация, что при длительном употреблении балденона такие включения могут появляться и в вашей печени. Поэтому за этим тоже, дорогие друзья, следите. УЗИ брюшной полости раз в полгода, раз в год никогда не бывает лишним. Пишите ваши вопросы в комментариях. Тема достаточных курсов достаточно широкая. Я только прощупываю пользу, почву. Только, соответственно, называю самые базовые побочные эффекты. Мы можем говорить об этом больше, если выясним, что у вас есть какой-то любимый курс, за который куча народу проголосует. С вами был Крафтов Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok